А вот тут, друзья, меня ждал сюрприз, потому что наш SubHuy Distortion оказался ничем иным, как в черной педали всегда звучат лучше. В общем, выводы делайте сами, это стоит 15 баксов. Приветствую, друзья! Вы на канале HardSound, и кажется, давно у нас не было китайских гитарных педалей с Aliexpress. В общем, пора наверстывать упущенное, тем более ко мне приехала посылка. Тут две педали в формате Snickersize, стоят эти педали по 15 долларов. И сегодня мы с вами их послушаем, потестируем, даже раскрутим, посмотрим, что там внутри, и одну из них разыграем. А условия розыгрыша будут в конце ролика. В общем, это педали от компании SubHuy. SubHuy Effects, такое тоже бывает. Это Vintage Phaser и Distortion. Первый раз я увидел эти педали на Aliexpress, стоят они 15 долларов с доставкой в Россию. И это самая низкая цена на сегодняшний момент, чем Aliexpress и интересен. Раньше там дешевые были Coca Distortion, всякие Coca Overdrive и прочие, были обзоры на канале, но сейчас, по-моему, они стоят подороже. А Coca это практически те же Nux, по крайней мере на платах у них написано Nux. Короче, неважно, что это за копия, я не знаю, будем сегодня разбираться. Давайте с фейзера начнем. Так, а что тут в коробочке еще есть? Есть инструкция. Ничего себе, на одной бумажке. На китайском. Ну, а, и на английском. My Null. Ну, как бы вот, вот есть мануал, а это My Null. Окей, My Null. Thank you for purchasing. Короче, спасибо за покупку нашей продукции. А, и тут спецификации. Ну, на самом деле, это просто описание, вот здесь вот видно, зачем-то описание входной и выходного, выходного импеданса для каждой педали из этой серии. Камон, я не знаю, кому эта информация нужна. Короче, вот такая вот педаль. Ну, можно сразу предположить по цвету, фокус ловись, что это копия или какая-то вариация на MXR Phaser 45 или 90. Одна ручка, скорость усилляции, педалька, кнопка пассивного обхода, трубу байпаса, вход, выход, питание. На жопе у нас наклеены две резиновые, два резиновых кусочка, чтобы оно не скользило. И какое-то еще описание, плюс-минус, куда подключать. В любом случае, эта педаль, в конце концов, сожгут, потому что перепутают блок питания. Это стандартная судьба всех этих педалей. И вторая педаль. Давайте пока отложим. Вторая педаль с, опять же, майнулом. Замечательная. Даже фокус ловиться на майнуле не хочет. Замечательный майнул. И это у нас чёрный. Чёрные педали всегда звучат лучше. Это у нас SubHui Distortion. SubHui Distortion с переключалкой High-Low. Сейчас будем разбираться, что это такое и для чего. Гейн, тон, левел. Вход, выход, питалово. И на жопе, опять же, две резиновые фигни. Ничего вроде такого суперинтересного. Можно предположить по цвету, что, возможно, это Proco Red. Но это моя догадка. Не знаю. Будем слушать. Ещё и разберём. Отверточку я приготовил. Разберём и посмотрим, что там за схема. В общем, вот такие вот две педали у нас сегодня. Мы их будем слушать, наверное, вместе. И одну из них, я позже скажу, какую, мы сегодня разыграем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, больше всего это похоже на MXR 90. То есть классический вот этот фейзер, который можно услышать на огромном количестве записи и на ритм-гитарах, и на соляках. Давайте послушаем теперь дисторшн. Всё по центру. High-low. Давайте с low начнём. Я играю в чисто канал ОСЛД. За предусилителем идёт АМТ Пангея, со включенным усилителем мощности и плеером импульса. О, можно верха накрутить. Уже неплохо. Давайте вот так вернём. Очень толстый звук, да, похож на крысу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весьма неплохо звучит на лоу-гейне. То есть я гейн вообще выкрутил сейчас в ноль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, конечно, не овердрайв, но это, скажем так, дисторшн на минималках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь главная фишка фейзера – это использование его вместе с перегрузом. Причём не после перегруза, как можно было бы предположить, а именно до него, чтобы он модулировал структуру перегруза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так звучит несколько нот просто с перегрузом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу слышится звучание вот это Заквайлда, Ванг Халлен использовал этот перегруз, и сейчас наверняка использует перегруз в совокупности с фейзером. А это, на самом деле, очень крутая фишка. Я считаю, в педалборде обязательно стоит иметь какой-нибудь вот такой вот фейзер, пусть даже китайский за 15 долларов. Ну что ж, давайте рассмотрим эти педали поближе, а именно изнутри. Для начала разберём сапхуй фейзер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, а сделано прям всё красиво, прям по красоте. Я просто надеялся здесь прочитать Нюкс или что-нибудь такое, но, к сожалению, нет. А Винтаж Фейз написано, 19-го года, платка. Вот, блин, умеют китайцы, вот что ни говори, умеют. Две платы, одна в другую вставляется. Тоненькие платки, конечно, ну, такие хлипенькие. Ну, в принципе, когда оно всё в металлическом корпусе, то и фиг бы с ним, как бы и норма. Кнопка 3PDT, то есть реально, самое что ни на есть, трубой пас реализован. Очень аккуратно сделана плата, попробую поближе вам показать. Аккуратненько, красиво. Никакого криминала я здесь не вижу. Ну, в общем, я схему открыл. Да, именно в 90-м МХРе стоит 4 полевика BF256 G-FETO, то есть полевых транзисторов. Так что, я думаю, это копия МХР 90, МХР Фейз 90. И здорово, она звучит очень неплохо. Единственный момент, меня всегда смущало и в 90-м, и в 45-м МХРе, это то, что мощные датчики слегка перегружают вход. И здесь тоже такой вот лёгкий хруст ощущается, но когда мы подключаем к перегрузу, а мне нравится эта педаль именно до перегруза, когда мы её ставим, то это, в принципе, уже не имеет никакого значения. Там по следующим перегрузам всё это шлифуется и нивелируется. Так что, этой педальки я ставлю прям зачёт. Это дешёвая, копеечная, я бы сказал, копия, да фокус. Давай, я в тебя верю. Копеечная копия МХР Фейз 90. Давайте теперь разберём второй Сабхуй. Это Сабхуй Distortion. А вот тут, друзья, меня ждал сюрприз, потому что наш Сабхуй Distortion оказался ничем иным, как Fulltone OCD. Его выдаёт, во-первых, операционный усилитель TL082 и два полевика 2N7000 с одним диодом германиевым, то есть для симметричного ограничения. Это как раз типичная схема Fulltone. Так что, друзья, это у нас Fulltone за 15 долларов. Единственное, что мне показалось, что всё-таки тут перегруза больше, чем в Fulltone, потому что я и на Fulltone играл, и на многих его копиях там всё-таки перегруза было меньше, а здесь прямо его, ну, дофига на самом деле. Ну, возможно, потому что я играл на берсерках, это дико громкие датчики. Ну, а тогда это Fulltone. Тоненькая, конечно, платка такая. Ну, в принципе, нормально. За 15 долларов я не знаю, чего тут ещё ожидать. В общем, выводы делайте сами. Это стоит 15 баксов. Ну что, друзья, вот такие вот сегодня у нас были педальки. Сабхуй дисторшн и Сабхуй фейзер. Как мы выяснили, это OCD Fulltone и MXR Phase 90. В целом, звучат неплохо педали. Сделаны внутри, конечно, достаточно хлипенькие платки, но при этом корпус мощный. Кнопки вполне адекватные. Настоящий трубопаст на кнопках 3PDT. И в целом, звучат неплохо. Реально неплохо. Можно взять себе домой и на репетицию, на какие-то несложные, не суперответственные концерты. Я бы эти педали спокойно брал и играл бы на них. А теперь я обещал, что я их разыграю одно. Но на самом деле, я пока делал обзор, решил, что разыграю обе педали, просто немного по-разному. Этот SubHui Phaser достанется любому подписчику канала HardSound, который оставит комментарий под этим роликом. Мы такое уже делали. Потом среди комментариев я прям на стриме, в прямом эфире найду победителя и отправлю ему эту педаль, как всегда, за свой счет. Вот с этой педалью я решил поинтереснее сделать розыгрыш. На самом деле, не только эта педаль будет участвовать в розыгрыше. У меня сейчас есть 8 педалей, которые я буду разыгрывать в течение нескольких месяцев. Это не только будут педали, будет еще как минимум 2 гитары. В общем, фишка такая. В одном из роликов, я не скажу в каком, но это один из последних, ну скажем так, 10 роликов. Я просто не знаю, когда выйдет этот выпуск с этим обзором. Но, скажем так, в одном из последних 10 роликов где-то появится эта педаль. Она будет лежать на полке или на диване, там, на бутылках, на телевизоре, у меня за спиной. Она не весь ролик будет и не будет там стробить, мелькать. Она просто появится в некоторых раскадровках, а потом к концу ролика исчезнет. В общем, ваша задача найти эту педаль, скинуть мне скриншот в личку группы HardSound ВКонтакте. И среди угадавших, нашедших эту педальку, я ее разыграю. Не думаю, что вас будет очень много, кто будет просматривать все эти ролики. Отправлю, как обычно, за свой счет. В общем, ребята, дерзайте. Таких розыгрышей будет много. У меня просто накопилось определенное количество педалей. И не только педалей, которые я хочу в ближайшее время, там, до осени, скажем так, все разыграть и раздарить своим подписчикам. А с вами был, как всегда, Кирилл. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!